МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Кустанайский энергоцентр хочет поднять тариф на электричество с 1 сентября. Какой может стать новая цена и чем объясняют это решение, расскажет Наталья Басмурзина. В Кустанай с 1 июня поднялся тариф за вывоз мусора. Причем стоимость выросла сразу более чем на 100 тенге. Законно ли такое поднятие, узнавала Камила Солкомбаева. В Кустанай идет строительство новой школы, в которой будет обучаться 1200 человек. Татьяна Калюжная подробнее расскажет о стройке. С понедельника в Казахстане начнут ослаблять карантинные меры. Поэтапный план снятия запретов утвердили на заседании Государственной комиссии под председательством премьер-министра. Согласно плану, начиная с 17 августа, в регионах страны могут открыться торгово-развлекательные центры, торговые сети и крытые рынки. При этом их заполняемость не должна превышать 30%. В среднем в помещении может находиться один посетитель на 4 квадратных метра. Схожие правила должны соблюдать и на остальных открывающихся объектах. Среди них спа-центры, салоны красоты, парикмахерские и косметологические кабинеты. Распахнут свои двери по всей стране и фитнес-центры, бани и сауны. Однако бассейнами, которые в них расположены, пользоваться запрещено. На открытом воздухе заработают аттракционы при условии соблюдения масочного режима и дистанции. А также разрешаются тренировки на открытом воздухе группами не больше пяти человек. Изменения произойдут и в образовательной сфере. С понедельника в стране разрешат работу детских кабинетов коррекции, образовательных центров как для детей, так и для взрослых, а также дежурных групп в детских садах. При этом все они смогут принять лишь ограниченное количество человек. Ожидается, что в ближайшие дни все грядущие меры послабления карантина внесут в новое постановление санврача Кустанайской области, о чем мы сообщим, дополнительно. В Кустанае состоялись общественные слушания о повышении тарифа на электроэнергию. Кустанайский энергоцентр предлагает увеличить цену с 1 сентября. Добиться одобрения компания пытается уже второй раз. В июле руководство КЭЦ уже направляли заявку в департамент по регулированию естественных монополий, но тогда ее оставили без рассмотрения. Чем теперь мотивируют новую попытку увеличить тариф и какой должна стать цена за 1 кВт-час, расскажет Наталья Басмурзина. В Кустанайе состоялись публичные слушания о повышении тарифа на электричество. Кустанайский энергоцентр пытается добиться роста стоимости уже второй раз за это лето. Первая попытка была предпринята 30 июня. Тогда КЭЦ намеревался увеличить цену за электричество с 1 августа. Но успехом это не увенчалось. Департамент по регулированию естественных монополий тогда оставил заявку без рассмотрения. Из-за нарушения порядка ценообразования, а также непредставления обосновывающих документов, департамент отклонил заявку. Были нарушены предоставления формы финансовой отчетности, согласно приказу министра номер 404, а также в части обоснования по тарифам энергопередающих организаций. Теперь же, уладив бумажные вопросы, КЭЦ снова пытается занять новую высоту стоимости тарифа. Сейчас цена за 1 кВт в час составляет чуть больше 21 тенге. Эту цифру хотят поднять на 22% и довести до 25,85 тенге. Приказом Министерства энергетики от 29 июня повышены тарифы на станциях, которые и производят электроэнергию. Повышение цены произошло более чем у 34 станций. Соответственно, наша станция тоже входит в этот список, у которого мы закупаем электроэнергию. Это АОСИФ, КАСЭНЕРГО. Ихняя цена повысилась на 25%. Это и основная причина повышения тарифа. Руководство КЭЦ сообщило, что терпит немалые убытки. За 8 месяцев 2020 года они достигли 280 миллионов тенге. Мы уже для бесперебойного обеспечения всей области, всех наших потребителей, с 1 июля приобретаем электроэнергию по повышенной цене. Соответственно, нам уходить некуда. Это убытки нашего предприятия. Мы сейчас работаем в свой убыток. Обоснованное ли повышение цены будет решать Департамент по регулированию естественных монополий. Но если они и теперь оставят заявку без рассмотрения или отклонят ее, то КЭЦ вновь будет подавать прошение о повышении тарифа. Но на этот раз в нем цена может увеличиться. Так уже происходило. С 1 августа планировалось, что тариф повысит до 23,81 тенге. Из-за того, что это предложение не утвердили, КЭЦ продолжала работать по прежней цене и понесло дополнительные расходы. Их включили в новое предложение о стоимости тарифа – 25,85 тенге. Если и теперь тариф не утвердят, то в следующий раз его могут предложить сделать еще выше, чтобы покрыть новые расходы. Но если под всем этим должное обоснование, еще предстоит проверить антимонопольной службе. Своё решение о том, повысится тариф или останется прежним, обещали озвучить 26 августа. Хамзан Рупийцев, Наталья Басмурзина, РТН. А вот предприятие «Тазалык-2012», которое занимается вывозом мусора, уже подняло тариф. Причем вырос он более чем на 100 тенге. Такие изменения руководство компании объясняет давней необходимостью. Ведь тариф не поднимался уже 8 лет. Почему вывоз мусора стал дороже именно сейчас? И законно ли было такое увеличение стоимости? Узнавала Камила Салкамбаева. В Кустанай с 1 июня повысился тариф за вывоз мусора. Однако для многих жителей это стало сюрпризом. Все потому, что уведомлений от предприятия о поднятии тарифа не было. Если говорить в цифрах, то он вырос с 224 тенге до 351 тенге. На предприятии «Тазалык-2012» рассказали, что существующий тариф был установлен еще в 2012 году. И с тех пор не менялся. Но вот необходимость назрела давно. К тому же в 2018 году городской отдел ЖКХ его уже пересматривал. «Был произведен расчет тарифа. Не нами, а именно по заказу ЖКХ. И с учетом всех затрат предприятий, которые работают в городе и вывозят мусор, наших также затрат, условий работы, их расчет составил 450 тенге в месяц человека. Но вот распоряжения от Акимуата о разрешении поднять тариф не было. Предприятие несколько раз подавало документы о необходимости увеличить стоимость вывоза мусора. И вот сейчас было получено одобрение. По словам Сергея Брызгалова, там решили не поднимать тариф до 450 тенге, а повысить на ту стоимость, которая позволит предприятию удержаться на плаву. В «Тазалык» рассказали и о еще одной вечной проблеме. Не все платят за вывоз мусора. В «Кустанай, ГАСУ, КТЭК» у них счетчики. Они четко могут определить. Они поставили счетчик в квартиру. Сколько вы взяли тепла, столько вы заплатили. Если вы перестали платить, вам могут обрезать это тепло. И вам деваться не надо делать. С мусором же ситуация совсем другая. Вот при населении города в районе 240 тысяч человек, договоров у нас 178 тысяч человек. Как утверждает руководство организации, ежегодный убыток от этого составляет 230 миллионов тенге. Но если с тем, что обслуживающим предприятиям необходимо поднимать стоимость своих услуг из-за роста цен на ГСМ, технику и прочее, все ясно, то вот с тем, законно ли такое резкое поднятие цен, а главное, действительно ли оно обосновано, не все понятно. В Комитете по защите и развитию конкуренции рассказали, что к ним поступила жалоба на поднятие тарифа от Азалыка. Поэтому они начали анализ всего рынка ТБО, а не одного предприятия. Анализ уже ведется. Мы запросы с субъектом сделали, запросы в госорганы сделали. Сейчас сводим ответы, предоставленные субъектами. И, соответственно, уже в дальнейшем планируем пройдение самого анализа как такого. В случае обнаружения нарушения антимонопольного законодательства со стороны субъектов рынка ТБО будут приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования. Дамир Токжанов указал, что многие сотрудники предприятий все еще остаются на дистанционном режиме работы. Поэтому сбор данных затягивается. В целом же, по закону, ведомству на проведение анализа рынка дается один год. Виктор Ваташко, Алексей Кудрявцев, Камила Солкомбаева, РТН. Другим темам. В Кустанайской области продолжается работа по подготовке к началу нового учебного года. По предварительным данным, контингент учащихся составит около 110 тысяч школьников. Из них 12 тысяч детей – это первоклассники. О том, как будет организован учебный процесс и чем будут обеспечены образовательные учреждения, расскажем в следующем сюжете. 21-я Кустанайская школа готовится к новому учебному году. Осталось всего полмесяца на то, чтобы создать все необходимые условия для приема детей. Напомним, что в Казахстане было принято решение, что ученики начальных классов в первую четверть могут начать не дистанционно, а вживую. Только при условии, если родители захотят отпустить своих детей в школу. Желающие уже есть. Поэтому кабинеты начальных классов уже готовят к встрече учеников. Примерно вот так вот мы расставили парты. За одной партой будет сидеть один ребенок. То есть будет установлено социальное расстояние. Ежедневно при входе у детей и учителей будут измерять температуру. Ношение масок в школах будет обязательным условием. Руководству школы также предстоит позаботиться о возможности кварцевать кабинеты и установить санитайзеры. На сегодняшний день при обучении в таком формате планируется открытие 2500 групп с охватом 28000 школьников. Это где-то 57% от общего контингента учащихся младших классов. Школьные столовые пока работать не будут, поскольку ожидается, что уроки сделают сокращенными и дети находиться долго в школе не будут. О длительности уроков и их количестве станет известно ближе к сентябрю. Расписание до родителей доведут классные руководители младших классников. Но в управлении образования нам сообщили, что обучение в школах разделят на смены. К примеру, если в классе 30 учащихся, их разделят на две подгруппы по 15 человек. И каждый из них будет ходить в свое время. Кстати, если в классе кто-то заболеет, то детей переведут на дистанционку. В Кустанае сейчас идет строительство новой школы в микрорайоне «Юбилейный». По оценке чиновников от образования, это будет одна из самых больших и современных школ областного центра, которые смогут получить знания 1200 учеников. Сейчас в здании завершаются строительно-монтажные работы, и, возможно, к концу года школа будет сдана в эксплуатацию. Татьяна Калюшина расскажет подробнее. При входе новую строящуюся школу в микрорайоне «Юбилейном» в Кустанай стоит только поднять голову, и можно увидеть небо. В холле сейчас идет установка стеклянного купола вместо традиционной крыши. И свет, и уют одновременно, рассказывает бригадир участка. Все черновые работы закончены уже. Идет уже тоже к оконцовке отделочные все работы внутренние. То есть отделка, шпаклевка, гипсокартон, где-то потолок, армстронг. Такие вот работы. Купол у нас тоже уже все готовы. Уже готовится, как бы стеклить будут уже. Он уже стеклянный ведь. Под куполом у нас идет тоже обшивка гипсокартона, отделка, и все. Потом останется первый этаж, кафель, полы, и все. По словам бригадира участка, 90% строительных работ уже выполнены. Завершается отделка актового спортивного залов. Идет благоустройство территории, подведение инфраструктуры. Готовые коридоры, кстати, их стены оформлены красочными оригинальными изображениями. Для младших классов, например, своя тематика. Незнайка или веселые карандаши. Старшеклассники увидят другой интерьер. Здесь на стенах ученые, историки, писатели и музыканты. А в классных комнатах ученикам точно тесно не будет. Практически все классы в новой школе уже готовы. Здесь уложен линолеум, проведены отделочные работы. Осталось только установить оборудование, мебель и учебный процесс. В школе можно начинать. По словам чиновников от образования, строительство новой школы сейчас очень необходимо к устанаю. Школы областного центра перегружены, а в новом микрорайоне юбилейном ее не было и вовсе. Эта школа, не секрет, будет одна из крупных школ в области. 1200 мест. Очень большая потребность в ней. Почему? Потому что близлежащие объекты образования, в частности, средняя школа 15, которая расположена в северо-западной части города. У нее проектная мощность 400 мест. На сегодняшний момент в ней обучается уже около 600 человек. И также средняя школа 122, это второй Кустанай. Проектная мощность 300 мест, у нее обучается 550. Поэтому, соответственно, при открытии этой школы, ну, будет достаточное количество учащихся. На территории школы также будут установлены многочисленные площадки для подвижных игр, для волейбола и баскетбола, футбольное поле. Будет и специальная зона для опытов по посадке сада, цветов, полевых и овощных культур, селекционной работы. Сдать школы по плану должны в 2021 году, однако в отделе образования не исключают, что, возможно, школа откроет свои двери уже с третьей четверти этого учебного года. Хамзан Рпиизов и Татьяна Калюшная, РТН. Продолжаем выпуск. Дело об убийстве жительницы поселка Заречный заканчивают рассматривать в уголовном спецсуде Кустанайской области. Мать троих детей погибла год назад. В завершении преступления обвиняют ее гражданского мужа, который, согласно материалам дела, нанес ей почти четыре десятка ножевых ранений, а после порезал и себя. Виталий Луговской расскажет подробнее. Процесс по делу об убийстве 37-летней Камбаты Браевой проводится Кустанайским уголовным спецсудом в онлайн-режиме. Подсудимым является 43-летний отец троих ее детей Айдин Абдин. Его 4 августа 2019 года нашли в той же квартире, где и было совершено преступление. На одном из последних заседаний были допрошены свидетели, в том числе и участвовавшие в расследовании преступления криминалисты-судмедэксперты. Я у нее спрашивала, говорю, Камбат, ну он же знает, что ты на работе. Почему он тебе звонит, говорю, постоянно. 5 минут, 10 минут, он все звонит, звонит, ей надо, она начинает из-за этого нервничать. Она один раз подошла, я стояла, говорю, Камбат, в чем проблемы? Она говорит, ну мне плохо, я говорю, а почему тебе плохо? Она говорит, вот он мне сегодня нож вот так подставил, говорит, и чуть не зарезал, говорит. Я выехал в качестве криминалиста, со мной был следователь, опер, водитель. При входе в дом, я увидел, что лежит человек, он был в сознании, нож был у него, нож кухонный такой вот. У него была колотая, резаная рана, нелубокий был у него, в сторону, в области живота было у него. Вы говорили, утверждали, что супруга вас наносила первые удары ножом. Вот меня интересует, покажите мне, пожалуйста, продемонстрируйте, как она наносила удары в область шеи. Покажите. Он мне говорил, что я как бы ему погибшее наносила, но судя по этому характеру, я исключаю, что именно на руках, на шее, в область сердца. Минуточку, на руках, на шее, вы исключаете, что они могли быть причины кем-то другим? Так? На руках, на шее, да. Почему объясните? Потому что они параллельны, строго параллельны друг другу, строго поперечны конечности, строго поперечны шеи. И он наносит неглубоко, потому что там сухожилия. А чтобы сухожилия повредить, это нужно силу клиник, охранительные лекции в это время с копатами. Скажите, пожалуйста, женщина, которая была расположена на диване, ножевые ранения были у нее? Какие телесные повреждения у нее были? Ну, колото, проникающее ранение такое. В какой части тела? В руки. Смерть Ибраевой насильственная наступила в результате острой кровопотери развившихся следствий проникающих полторезных ранений в передней боковой стенке грудной клетки слева. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28. Все свидетели по делу уже допрошены. В ближайшие дни на процессе должны состояться предние сторон. Виталий Луговской, РТН. К другим темам. Рудненское предприятие по производству дезинфицирующих средств этой осенью намерено установить новое оборудование, которое позволит увеличить объем разлива препаратов почти в два раза. Сейчас, как отмечает руководитель предприятия, они производят антисептика больше, чем могут разлить. Стоимость новой линии, 60 миллионов тенге, ее уже приобрели и теперь ждут открытия границы. Ведь из Польши должно приехать не только само оборудование, но и специалисты, которые будут монтировать линию. На предприятии побывала наша съемочная группа. Вот энпропанол, энпропаноловый спирт, вообще он к нам плыл с Америки. Он немецкий, то есть в Америке стоит завод, который принадлежит немцам. И этот энпропанол, мы его ждали, наверное, месяца два. Олья Кайракбаева проводит небольшую экскурсию по своему предприятию. Кстати, часть помещения – бывшее бомбоубежище. Но сейчас это, к примеру, склад химических препаратов, из которых Медитес производит свою обширную линейку дезинфицирующих и даже уже запатентованных средств. Несколько видов спиртов, натрия гидроксида, молочная кислота, лактулоза, в общем, немалое количество его компонентов, из чего, собственно, и делают не только антисептики для людей, но и специальные растворы для стерилизации инструмента и сложного оборудования. Компания научно-производственного объединения «Медитес» в больших объемах начала выпускать свою продукцию в 2017 году. А в этом ее антисептики и вовсе стали нарасхват. У нас вырос объем производства. Март-апрель, конечно, был очень большой объем производства, когда был, скажем, такой пик. Но сейчас мы, в принципе, вернулись более-менее на плановую свою обычную реализацию. Чуть-чуть повышена, конечно, потому что люди все-таки, наверное, узнали, что такое антисептик. Резко увеличить объемы производства здесь не могут, как признается собеседница. Создать антисептик не так просто, как кажется, особенно для больниц и хирургии. Все привезенные вещества перед тем, как начать соединять между собой, здесь проверяют в лаборатории. Лаборанты проверят на соответствие и ГОСТы, и готовую продукцию. Мощность линии 4-5 тонн в сутки. Линия разлива чуть меньше, поэтому в этом году здесь решили принять участие в государственной программе. Через фонд ДОМУ они смогли получить в банке кредит. Но из 14,5% предприятие будет оплачивать только 6. Оставшиеся проценты государство взяло на себя. У нас получается, что линия разлива немножечко отстает от того, что можно произвести. И в связи с этим у нас давно уже и назрел вопрос о том, что нам необходимо модернизировать именно вот эту линию. Именно разлива, да? Именно разлива, да. Розлива, этикирование, укупоривание. Она нам позволит, во-первых, автоматизировать все процессы и, конечно, увеличить производительность. То есть сейчас, если мы за смену можем разлить 2-3 тонны, то с этой линии можем разлить уже минимум 7 тонн. Это пока старое оборудование, полуавтоматическое. Новое здесь ожидают с нетерпением. Стоимость линии 60 миллионов тенге. Ее уже приобрели и теперь надеются на открытие границ. Ведь из Польши должно приехать не только само оборудование, но и специалисты, которые и будут монтировать линию. Алексей Кудрявцев, Татьяна Калюжная, РТН. Найти работу недавнему выпускнику вуза или колледжа довольно проблематично. Работодатели предпочитают сотрудников уже с опытом работы. Для решения этой злободневной проблемы в Казахстане уже несколько лет действует программа «Молодежная практика». Начинающие специалисты устраиваются в качестве практикантов на разные предприятия, получают зарплату, а спустя полгода, если проявят свои таланты, могут остаться работать. В районе имени Биэмбета Майлина таким образом трудоустраиваются почти 80% молодых людей. Предоставляются молодежи и варианты для временной подработки. Диана в этом году окончила 11 класс и поступила в университет на переводчика. Лето девушка решила провести с пользой и уже третий месяц трудится на общественных работах. Я узнала, что в сельском окемате набирают людей для общественных работ, и я решила позаработать. Коллектив очень дружный. Работаем сообща, начальство к нам благоприятно. В общем, работы такой трудной нет, все успеваем вовремя. Диана призналась, что помимо хорошей зарплаты здесь она многому научилась и уверена, что в дальнейшем полученные навыки ей пригодятся. Помимо общественных работ, большим спросом на селе пользуется такая государственная программа, как молодежная практика. Молодежная практика планом было предусмотрено 19 человек. На сегодняшний день уже направлено 19 человек. Но в августе месяце, уже в конце августа, у нас порядка 7 человек переходят на постоянное место. То есть не дожидаясь 6 месяцев по программе, потому что уже есть постоянные рабочие места. В сентябре месяце они у нас заканчивают молодежную практику и трудоустроятся на постоянные рабочие места. Альмира Баймухамбетова проходит практику пятый месяц в Экимате поселка Табоу. Девушке так понравилась работа, что уже к 18 августа она готовится к сдаче тестов для поступления на госслужбу. Благодаря этой практике я узнала, получила новые знания. И благодаря этому я, наверное, все-таки решила, что госслужба, наверное, это мое и планирую здесь остаться. Занимаюсь здесь непосредственно документацией, информатизацией. Допустим, узнаю новые навыки, получаю в компьютере. На данный момент Альмира в Пуатное занята подготовкой к тестированию. Каждую свободную минуту она старается посвятить изучению законов. Наставником молодого специалиста выступает Елена Дедкова. Через ее руки прошли уже десятки практикантов. В способностях своей новой ученицы Елена не сомневается. Я являюсь непосредственным наставником ее. Она за этот период показала себя очень ответственным добросовестным работником. В ее обязанности сейчас входит, я ее обучаю, документы обороту. Также подготовки документов и сдачи их в архив на постоянное хранение. Проходя молодежную практику, начинающие специалисты получают большой опыт работы. И 80% молодежи в районе трудоустраиваются именно с помощью этой программы. Наталья Басмурзина при содействии телекомпании «Акцент». Такими были события дня у меня. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok